В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. С Божьей помощью завершается подготовка Успенского собора к освящению. Защита государственных интересов на водных территориях. 28 июля в России отмечается День военно-морского флота. Песня под гитару «Как часть жизни» Анна Юрьева стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гренландия». Далее расскажем обо всем подробно. В эту среду, 31 июля, состоится Великое освящение собора в честь Успения Божьей Матери. Божественная литургия начнется в 9 часов утра. Ее проведет патриарх московский в Сеаруси Кирилл. Напомним, что восстанавливать главный храм Свято-Успенского мужского монастыря начали в марте 2016 года. О готовности храма к освящению расскажем в следующем репортаже. В главном храме Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни завершаются работы по подготовке к освящению. Внутреннее убранство почти готово. Осталось расставить церковные утвари по местам, подвесить лампады, заполнить их маслом, перед каждым аналоем расставить подсвечники, а также протереть пыль после ремонтных работ. После освящения храма молебны и литургии будут в нем совершаться в особом режиме. С момента освящения этого собора в течение 40 дней здесь будет идти служба. Кроме того, у нас и 31 июля вечером, и 1 августа здесь будет архиерейская служба. Будет ее вести епископ Силуан, Лывсковский и Лукояновский. Как отметили представители духовенства, восстановление и освящение храма в честь Успения Божией Матери монастырского комплекса в этом году очень символично. Успенский собор построен, освящается в 2019 году, а Российский федеральный ядерный центр празднует 70-летие создания щита или как угодно меча, позволяющего защитить нашу страну от возможных нападений со стороны неприятеля. На завершающем этапе находится благоустройство территории вокруг собора. Порядок наводят около 150 человек. Порядка 30 из них – волонтеры. Осталось закончить работу по благоустройству, доложить дорожки из гранита и закончить благоустройство газонов, озеленение газонов. Освящать храм будет Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл 31 июля. Божественная литургия начнется в 9 утра. Пройти к Успенскому собору можно будет через Восточные и Западные ворота. Там же будут установлены рамки металлоискателей. Из храма будет вестись трансляция на экран на Монастырской площади. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В последнее воскресенье июля отмечается один из самых важных в новейшей истории России праздников – День военно-морского флота. История ВМФ насчитывает несколько веков. За это время сложились славные боевые традиции, чтимые моряками. Наш город с этим праздником соединяют не моря, а люди – участники Саровской общественной организации ветеранов ВМФ имени адмирала Ушакова. Жизнь военно-морского флота отдельными эпизодами и экспонатами здесь, в Маяковке. Восемь лет назад члены общественной организации ветеранов ВМФ открыли музей. Каждый принес сюда часть своей истории – личные вещи, обмундирование, боеприпасы, снаряжение и атрибутику. Самый ценный экспонат нашего музея – это мундир Федора Федоровича Ушакова, ныне прославленного в лике святых. Провести экскурсию для Юрия – дело несложное. Знает все музейные уголки. На службу он поступил в 1968 году. С тех пор он был автопилотчиком крылатых ракет в подводной лодке Краснознаменного Северного флота. Ветеран убежден, чтобы служить в море, нужно знать все детали своего судна. Там должен уметь все. И пластырь поставить, и струбцины поставить, и муфты затянуть. Абсолютно знать все. Устройство подводной лодкой у нас было на первом месте. Кажется, что работники музея знают все об истории российского военно-морского флота. В их памяти множество событий, которые они пережили за время службы. А в глазах – тоска по морю. Буксер-спасатель, на котором я печальную участь была, курс поднимали. Вы слышали, когда появило 118 человек. Вот я участвовал в подъеме, и потом перевод его в док для утилизации. Моряки часто собираются в музей, чтобы сделать перестановку, провести экскурсии и просто поговорить друг с другом. Кто-то приходит целыми семьями. Роза Павловна и Валерий Сергеевич познакомились во время службы на Дальнем Востоке. Мужчина попал на судоремонтный завод, где работала Роза Павловна. С тех пор прошло уже 56 лет. Годы в военно-морском флоте пара вспоминает с особым трепетом. Вспоминаем часто. Уже это молодость была. А сейчас чего уже? Куда? Потому что мы же принимали участие в строительстве всех типов атомных подводных, всех-всех-всех типов атомных подводных лодок, которые в то время в Союзе строились. На всех мы были. Моря в Сарове нет, зато есть музеи и десятки ветеранов флота, которые всегда рады поделиться знаниями и воспоминаниями. Посмотреть, подержать в руках и примерить уникальные экспонаты могут все желающие по предварительной записи. 31 июля приемы участковых врачей-педиатров из детской поликлиники по проспекту Мира 44 будут перенесены в здание поликлиники на улице Курчатова, 36. Вызовы на дом 31 июля будут приниматься по прежним телефонам. Сведения о месте приема будут размещены в холлах обоих зданий детской поликлиники и на официальном сайте КБ-50. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Владельцев земельных участков проконсультируют по телефону. В четверг 1 августа Управление Росреестра по Нижегородской области проведет горячую линию. Специалисты ведомства расскажут об особенностях кадастрового учета земельных участков при изменении их границ. Звонки будут принимать по номеру 8 831 430 56 15 с 10 утра и до полудня. В Сарове отметят День ВДВ. Торжественный митинг пройдет 2 августа у Вечного огня. По традиции участники возложат цветы к мемориалу и памятнику воинам-интернационалистам. В Сарове стартовал 9-й тур чемпионата города по футболу. До конца этой недели на центральном поле стадиона Икар пройдут еще 4 матча. Во вторник 30 июля в поединке сойдутся лидер турнирной таблицы Эскатерем и Чайка. Начало в 18 часов. В среду 31 июля на поле выйдут команды Искра Юнейтед и Ветераны. Этот матч тоже начнется в 6 вечера. Полное расписание игр можно посмотреть в группе Федерации футбола города Саров ВКонтакте. На редакцию канала 16 обрушился шквал телефонных звонков. Почему телеканал исчез с привычной кнопки? Зрители спрашивают, как и где теперь можно смотреть новости и передачи канала 16. Технический сбой произошел несколько недель назад и сейчас телевизионный канал поменял частоты. О том, как настроить свой телевизор на прием нашего канала, расскажем далее. Елена Борисовна нажимает на привычную кнопку на пульте, но видит на экране только помехи. Сначала женщина не придала этому значения, но спустя несколько дней стала беспокоиться, куда пропал родной канал 16. У меня канал 16 все время работал на определенной кнопке. Стала включать, канал 16 нет. Все кнопки перещелкала, канала нет. Начались всякие помехи. Некоторые каналы тоже пропали вместе с 16 каналом. А так как я все время смотрю 16 канал, новости городские, мне очень хотелось посмотреть, что у нас в городе. После технического сбоя изменились параметры настройки канала 16 и СОРО-24 на телевизионных приемниках. Чтобы снова смотреть городские новости, любимые передачи, нужно провести простые действия. Берем в руки пульт, нажимаем кнопку меню. На экране высвечивается категория. Курсором выбираем автоматический поиск каналов и нажимаем кнопку ОК. Потом в дело вступает искусственный интеллект. Через несколько минут техника найдет все доступные каналы. Возможно, некоторые из них поменяют нумерацию. Канал 16 в пакете ТКС теперь находится на 37-й кнопке. У кабельных операторов МТС и Ростелеком на 551 и 755 кнопках соответственно. Также смотреть канал 16 в реальном времени можно через интернет с помощью универсальной платформы Eventera TV. Проект «Летний читальный зал библиотеки имени Маяковского» продолжает свою работу. В сквере у Старого фонтана вновь собрались любители увлекательных литературных приключений. В этот раз сотрудники библиотеки подготовили для ребят познавательную игровую программу по мотивам книги «Джунглей» Редьярда Киплинга. Подробности в следующем репортаже. Одному из самых популярных произведений Редьярда Киплинга «Книги джунглей» посвятили очередную встречу в рамках проекта «Читальный зал». Сотрудники библиотеки рассказали юным книголюбам о чарующем мире дикой природы. Мы просили всех детей заранее, чтобы они либо посмотрели мультфильм, но лучше почитали книгу, потому что главный наш упор на чтение книг. В этом году «Книги джунглей» исполняется 125 лет. Задача библиотекарей не только акцентировать внимание на сказки, но и рассказать историю ее написания и биографию автора. Главное зацепить внимание читателя, чтобы ему хотелось не только эту книжку прочесть, а и другие книги. Ведь он писал не только для детей, но и для взрослых. Алексей Дашку часто посещает библиотеку, а в летний читальный зал пришел впервые. Мальчик погрузился в атмосферу сказки и продемонстрировал свои таланты. Он отвечал на вопросы викторины, разгадывал кроссворд и загадки. Больше всего мальчику понравилось изображать животных. Я сначала медведя изображал вот так вот. И потом ходил как медведь вот так. Потом мне пришлось изображать Ка. Это я сначала подумал и решил, что, как известно, вот так вот змеи ползают. И вот так вот изобразил. Следующая встреча в рамках проекта «Читальный дворик» пройдет 1 августа в сквере около Старого фонтана. Сотрудники библиотеки проведут для ребят познавательные квесты ленты Мебиуса или «Веселая математика». Начало в 16.00. В Кировской области прошел 27-й фестиваль авторской песни «Гренландия». Это один из самых массовых музыкальных формов России. В этом году «Гренландия» впервые проводилась при поддержке фонда президентских грантов. В номинации «Композитор» лауреатом конкурса стала саровчанка Анна Юрьева. Главная опора и поддержка говорит о нем Анна Юрьева. Именно Александр стал тем рычагом, который сдвинул с места ее таланта автора и исполнителя бардовских песен. Супруг помогает ей в реализации творческих начинаний. Любовь к авторской песне Анна, можно сказать, впитала с молоком матери. Ее детство сопровождали звуки гитары и нежный голос мамы. Я выросла, слушая родителей. Они мне вместо колыбелях исполняли авторские песни. Либо песни 60-х годов, такие всегда красивые, мелодичные. То есть засыпая, я всегда слушала, как за стеной папа играет на гитаре, мамин красивый голос, мама поет. Участие в фестивале «Гренландия» стало возможностью доказать самой себе, что она двигается в верном направлении. Анна участвовала в таком конкурсе впервые и сразу заявилась на три номинации. Но награду получила только в одной – как композитор. Она считает, что конкурсы дают толчок к творческому развитию. Надо заниматься как-то самосовершенствованием, двигаться вперед. А лауреатство – это как своеобразное подтверждение компетентности, во-первых, в этой области. Фестиваль «Гренландия» под Кировом проводится почти 30 лет. Каждый раз он собирает на берегу реки несколько десятков тысяч авторов, исполнителей и поклонников авторской песни. Участники едут на конкурс не только за призами. Программа фестиваля всегда насыщена творческими встречами с известными певцами и композиторами, и мастер-классами бардов. Послушать обязательно мнение мастеров – это очень важно, потому что на мастерских ты как камушек в море, тебя обтачивают, какие-то моменты тебе могут подправить. Знания и опыт, которые Анна получила на фестивале, обязательно передаст своим подопечным. Она руководит клубом самодеятельной песни «Струдная» и прививает подросткам любовь к бардовской песне. Как легко просыпаться утром – это тема, животрепещущая для многих людей. Даже несмотря на то, что сейчас лето, встать с кровати по первому звонку будильника получается далеко не всегда. Как быстро проснуться утром, чтобы не чувствовать себя уставшим и разбитым весь день? Какие секреты есть у сравчан? Выясняла наша съемочная группа. С утра во мне борются два человека. Один из них хочет спать, а другой требует вставать и делать дела. Тот, кто хочет спать, частенько побеждает, и я, поворачиваясь на другой бок, игнорируя будильник. А после в попыхах поднимаюсь и собираюсь на работу, забыв позавтракать. Что делать и как саровчане борются с утренней ленью – пойдемте разбираться. Что нужно сделать, чтобы побороть утром лень? Зарядку сделать нужно. Что нужно делать, чтобы по утрам вставать рано утром? Ну, пораньше ложиться. А что вот вы делаете для этого? Пораньше ложусь спать, поэтому рано встаю, иду с палками по стадиону. А у меня нет утренней ленью, я встаю в 4 утра и делаю все дела домашние, а вечером уже не делаю. У меня такое слово лень – нет. Конечно, очень хочется иногда плениться, но некогда. Так что, ну как лень? Есть конфетку, мороженку, пойти погулять, искупаться, на лыжах покататься. Все. А еще, чтобы взбодриться по утрам, помогает бег. Да, надо будет начинать бегать. Завтра с утра побегу. Да что с утра-то? Прямо сейчас начну. Ну, во-первых, с утра в кровати я делаю гимнастику небольшую, подтягиваюсь хорошенечко, тянусь в вас в сторону, а потом хороший завтрак с крепким чаем с лимоном. Надо вовремя встать в 5 утра, попить чай, жене поднести кофе, поднять жену в настроение и самому быть в настроении. Я здесь в отпуске, поэтому мне можно утром полениться. Выяснилось, что большинство соровчан по утрам лениться не любят, а предпочитают ходить в бассейн и заниматься спортом. А это значит, что лениться не модно. Для вас про лень выясняли Ирина Вышегородцева и Артемий Глазков. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова